добрый вечер сегодня мы будем изучать такую форму как яблоко что она себе представляет яблоко это у нас шар да то есть вот мы должны для начала намечить вот такую вот формочку приблизительно да то есть она имеет определенное направление она имеет определенная конфигурацию потому что но это при живой предмет поэтому живой предмет нам надо четко понимать какой он есть его характеристики другими словами визуальные дальше нам надо наметить еще что что каждый предмет вращения это предмет вращения он имеет полную объемную форму он будет иметь эллипсы да то есть мы должны понимать какой этот эллипс значит смотрим на самом широком месте приблизительно вот здесь будет формочка и наша эллипс здесь будет эта формочка эллипс также у нас форма будет из верх верхней части виде эллипс после этого нам надо понимать что все тени на этой форме будут выстраиваться тоже по принципу эллипс то есть это тоже будет иметь в виде форм эллипс дальше что нам надо сделать нам надо учесть что есть у нас определенный источник освещения в данном случае источник освещения будет идти с этой стороны мы это должны тоже учесть также степень в степени раскрытия мы должны понимать какие эллипсы насколько как они раскрываются и также обратить внимание на сколько вот именно соединение черенок этого яблока то есть и вот это тума мелкая форма ножка этого яблока тоже будет иметь форму цилиндров на это тоже надо обращать внимание дальше закладка цветовых закладка тональных пятен ну для этих целей мы понимаем что блик у нас находится вот в этой части все остальные элементы закладываются согласно нашему направлению штриха то есть мы должны понимать если у нас идет источник освещения либо мы против направления лучей света закладываем либо по направлению лучей света можно комбинировать но нежелательно делать чтобы это было видим формы лим виде вот так называемых решетки вот такой нежелательно этого делать поэтому мы это делать не должны в нашем рисунке аккуратненько на изломах формы показываем куда у нас идет направление теневых партий аккуратненько заворачиваем набрали тени набрали здесь тени доработали глубинку не делаем все сразу же черно и 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 согласно вот этим всем по изменениям форме закладываем нашу штриховку и процесс сохраняя прозрачность что означает прозрачность нежелательно делать чтобы было вот так штриховка иначе в этом случае получится очень тушеванный рисунок и либо очень черный вы ничего не сможете с этой с этим наброскам с этим тоном ничего сделать а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше закладываем здесь штриховку... Следим так, чтобы у нас большая световая часть сохранялась... Также набираем тон здесь... В левой части немножко проходимся с этой позиции... Закладываем теневую партию для этого предмета... Подчеркиваем здесь... И точно так же срабатываем на легком полутоном с этой позиции... Подчеркиваем значение вот этого первого плана... Здесь это исчезает, в этом месте проявляется... Аккуратнейшим образом проводим тон... Набираем здесь стул... Продолжение следует... Таким образом у нас объем уже сработан... За счет полусвета... За счет света... И за счет больших теневых партий... И рефлекса... Который позволяет нам усилить... Объемность нашего изображения... Также немножко мы набираем тон с этой позиции... Учитываем, что плодоножка наша идет здесь... Учитываем ее тональность... И под конец уже мы можем более насыщенно брать наш тон... Используем... Используем где-то тушевку... Но на первых этапах... Тушевка запрещена... Для выполнения нашего рисунка... И вообще... Тушевка... Это предпоследний этап... В рисунке... Стараться надо ее не использовать... Очень чернит работу... И... Портит качество изображения... Все... Спасибо за внимание... В принципе... Данный рисунок... Сделан... Спасибо за внимание... Всего доброго...